Давайте с вами поговорим о рендере в программе Sony Vegas. Что является рендером? Это вывод вашего проекта. Проект может состоять из множества аудио-видеофайлов. В какой-то конечный результат. В тот формат, который вы выберете. То есть это важная процедура, и от того, какой формат вы выберете, у вас зависит конечный результат, в том числе и главный вопрос, чтобы конечный результат не занимал много места, не очень много весел. На уроках, которые вы можете увидеть, в том числе и на сайте YouTube, или на других сайтах, вы можете увидеть различные предложения, в какие форматы вам те или иные пользователи предлагают сохранять ваш проект. Для YouTube, в принципе, я хочу сначала отметить, что достаточно, многие отмечают 720p. Не 1080p HD, а 720p. То есть это разрешение сторон 1280p на 720p, насколько я помню. И также относительно фреймрейта, количество кадров в секунду. Вот, допустим, у моего видео количество кадров в секунду, фреймрейт, 50p. Прогрессив, прогрессив скан. Бывает еще интерлейс, но не в этом вопрос, и не в этом мы сейчас будем говорить. Так вот, многие также говорят, что 50p для YouTube, это не важно, потому что YouTube максимум, на что он рассчитан, это 25, либо 30p, либо 30 кадров в секунду. 25, либо 30. Но я не буду с этим спорить, либо какие-то вам ссылки об этом вопросе приводить. Я лишь отмечу то, что, может быть это так, но один есть важный нюанс. Если у вас видео снято 1920, допустим, как моё, на 1080p и 50p, и в этом видео содержатся динамичные сцены, так вот, если вы будете его рендерить, скажем так, рендерить, осуществлять процесс рендера, вывод проекта в готовый файл, и оставите, допустим, 1920 на 1080p, или 1280 на 720p, но оставите не 50p, а фреймрейт, количество кадров в секунду укажете 25, то у вас, если видео содержат динамичные сцены, есть какое-то движение объектов в том или ином кадре, то у вас края объектов несколько будут смазанными, будет еле видно, да не еле видно, а гребенка. То есть в данном случае, что будет YouTube форматировать, переводить 50p в 25 или в 30p кадров в секунду, роли не играет, то есть если у вас было снято в 50p, и там есть динамичные сцены, то и рендер вашего проекта, в котором есть 50p кадров в секунду, форматируйте также в 50p, и делайте в рендере такие установки, это я по своему опыту заметил. Что предлагают нам на уроках? На уроках можно часто увидеть, что предлагают рендерить в принципе в один формат. Нажимаю правой кнопкой мыши, выбираю Set to Project, Set Selection to Project, выделить весь проект, и вот появляется такая серенькая линия, мы увидели весь проект. Теперь мы нажимаем File, вот выбираем эту вкладочку Render As, и нажимаем. И у нас появляется определенное окно, содержащее те или иные настройки. Давайте мы его расширим для красоты, здесь оно не позволяет нам расширить. Ну и ладно, что предлагают на уроках? На уроках нам предлагают вот такой формат, Windows Media Video V11, щелкаем сюда, и здесь открывается еще под окно. И здесь мы видим различные форматы, 720p, 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 720p и так далее, 1080p, 24p, кадров в секунду. Но этот формат, если у вас родное видео в 50 кадров в секунду, он у вас не пойдет. И насколько я помню, когда я оставил количество кадров, допустим, выходил на этот формат. Давайте мы сейчас попробуем в порядке эксперимента. Вот меня этот формат устроил. Я его выбираю, и мы здесь видим определенные настройки. Мы не будем в изучении их подробно вдаваться, но попробуем наше 700, наше видео, 1980x1020, 50 кадров в секунду, форматировать, а точнее осуществить рендер проекта, выберя этот формат. Windows Media, Windows Media Video. Что нам здесь, если мы его выбрали, необходимо? Поставить видео, посмотреть. Вот здесь настройки идут, формат нам предлагается, мы оставляем вот этот видео, 9 High Definition, размер кадра. Мы выбрали такой. Количество кадров в секунду. Что меня интересует? Вот видите, здесь 50 нету нигде. То есть вы 50p уже не сможете выбрать. Вот это хотел я вам показать. Нас это не устраивает. Нам нужно 50 кадров, если у нас видео снято в родном формате 50p. Если мы выберем 25, а в видео были движущиеся объекты, я еще раз повторюсь, которые перемещались, то они будут смазаны. Это мной уже проверено неоднократно. Но если этого нету, если вы засняли, допустим, игру, то для вас, в принципе, вот этих установок 720, 30p, 720, 25p, 720, 24p. Этого будет достаточно. Потому что вы в установках, когда записываете, допустим, игру, захватываете с экрана, можете поставить там 25 кадров в секунду. Насколько я помню. Так вот, для сохранения какого-то видео в формате HD, 720, 720, 720, но различного кадров в секунду, вы можете использовать данный формат Windows Media Video. И в уроках часто его предлагают. Другой формат, давайте, который мы рассмотрим, это есть такой старый, считается, Video for Windows. Здесь мы открываем и видим тоже вкладочки. Есть 720, но уже 50 кадров в секунду. Есть 60. Выберем 50 кадров в секунду. Здесь окно, которое открывается в данном формате, будет иное. Что на нем, если вы хотите Video for Windows? Не Video for Windows, а как он называется? Забыл, да, Video for Windows. Сохранить ваш проект. То вы, в принципе, здесь можете остановиться, оставить все, как вам предлагается. Но самый главный момент, это избрать видеоформат кодек. Если вы выберете Uncompress, то у вас видео в конце будет тяжело весить. Можно вот этот установить, но некоторые... У меня он установлен, X-Vid MPEG-4. Я его беру, здесь активной становится вот эта вкладка. Я щелкаю, здесь вставляю все то же самое. Видите, у меня наверху X-Vid HD 720. Максимум кваллит, и если вы двинете стрелочку сюда, у вас видео будет весить много. Достаточно будет 3.15. Окей, нажимаю. Здесь нажимаю Project, выбираю Video Render Quality. Необходимо в любом случае выбирать Best. Окей. Но в данном случае, и только остается нажимать рендер, и у вас будет AVI формат HD 720 50p. Но чем он мне несколько не устраивает AVI? Тем, что, как мне показалось, моё видео, снятое в видеокамере моей, оно несколько в результате с пыльной пленкой. Как будто чуть замылено. Чуть таким сероватым отдает. Я не знаю, чем это поснить, но я сравнивал, осуществлял рендеры в различных форматах, я это замечал. Ну, плюс у Video 4Windows был, при сравнении с другими форматами, которые позволяют Sony Vegas сохранить и осуществить процесс рендера вашего проекта. У Video 4Windows у меня было так, что после применения к видео определенных эффектов, то, когда я смотрел на данное видео, я видел, что Video 4Windows показал лучший результат, хоть с этой пыльной пленкой, но по качеству видео. Оно не было определенной пикселизации в одном месте. Другие форматы, в том числе, о котором я говорил ранее, это вот Windows Media Video, определенную пикселизацию показал. Я не знаю, с чем это связано, я пробовал и так, и сяк, и наперекосяк, но все равно лучше по качеству, отсутствие пикселя я подчеркну, показал Video 4Windows. Другие показали несколько хуже. Какие другие? И вот я остановился в одном формате, который мне показался наиболее приемлемым, по крайней мере сейчас, по качеству видео и по его весу. Это Sony AVK, MVK. Открываем его, я здесь сделал уже свой пресетик, моя настройка. Я его открываю, нажимая на эту кнопочку, видите, здесь для меня уже я установил определенный видеоформат. Выбрал AVK, размер кадра выбрал 1280 на 720, здесь выбрал Main. Я не помню, нужно ли выбирать High, но у меня Main стоит. Здесь ставил все по-прежнему и здесь увеличил Bitrate. И также включил GPU, если оно доступно. Если у вас есть, вы можете здесь выбрать. И вот здесь Project у меня оставлено Best. Конечно, когда вы будете в рендере в этот формат, у вас моей настройки не будет, потому что я так назвал пресет. Вам необходимо войти, насколько я помню, давайте с вами посмотрим, вот в данную область, Memory Stick 1180. Давайте посмотрим. Точнее, всегда щелкаю левой кнопкой мыши, забываю. Точнее, если надо сюда нажать, выбрали его и нажимаете на эту вкладку. Здесь появляется вот такое окно. Здесь вы выбираете АВК. Здесь, что вас устроит. Допустим, 1280 на 720 для YouTube. Здесь оставляете все по-прежнему. Размер кадров я выбрал 50. Bitrate увеличиваете. 10 сойдет. Также здесь. Можете вот так оставить. Либо другие вкладки выбрать. В Project. И у вас уже ваш формат рендера готов. Чтобы вам не сохранять и не постоянно не набивать эти суммы, вы можете его сохранить. Насколько я помню, вот сохранить настройки. Он вам где-то здесь предлагает их сохранить. Как это делается? Давайте мы с вами посмотрим, заодно и вспомним. Он предлагает вам сохранить настройки. А, мы его называем, допустим, МОЁ. И сохраняем. У нас появилось МОЁ. Окей. Допустим, выйдем и снова посмотрим. Мы должны увидеть настройку МОЁ. Вот в этом формате Sony AVK. Открываем. И смотрим. МОЁ. Вот оно. Только что мы это сделали. Custom Size. И вот наши установочки идут. Давайте сейчас осуществим процесс рендера. Все, как мы делали. Нажимаем ОК. И нам остается, независимо, какой формат мы выбрали, тот, либо AV, либо вот сейчас Sony AVK, мы нажимаем на рендер. И вот пошел процесс рендера. Ну, почему-то у меня сейчас белое окно здесь появилось. Потому что у меня идет захват видео с помощью вот этой программы Ашумпа. Иногда у меня такое бывает. Когда я с помощью нее захват видео осуществляю именно в программу, когда захватываю уроки по Sony Vegas. Допустим, Mirrorless Action такой проблемы не показывает, что вот какие-то окна становятся белыми. А вот у Sony Vegas, ой, не у Sony Vegas, а у Ашумпа такая проблема есть. Ну, это те, кто захочет делать захват видео. И делать подобные обзоры. Давайте посмотрим. Дождемся рендера. Я, кстати, не назвал свой проект. Поэтому он присваивается без названия. Untached. Посмотрим. 83% сделано. Ну, сейчас окончится. Готово. Вы можете сразу открыть папку, где он хранится. Он у нас сохранился на рабочем столе. Вот он весит 42,4 МБ. Либо можете вот так закрыть. И сразу выйти. Где у нас? Вот он. Давайте посмотрим. То есть вот у нас появился файл. в свойствах смотрим его. 1280 на 720 на 720, 35, 50 кадров в секунду. Это мы наш проект. Вот этот отформатировали в такой формат. Еще раз смотрим. МП4. МП4. 42 МБ. Повторимся. Вот тут подробную можно характеристику посмотреть. Ну, в общем, вот все. В принципе, такая основная информация про рендер. В какой вы формат будете рендерить ваше видео, назовем так, таким словом, рендерить, это ваше дело. Либо вы изберете, давайте еще пробежимся распространенные, которые предлагаются вам, это Windows Media Video, либо вы изберете видео for Windows, либо, еще раз повторимся, вот этот, либо видео for Windows, либо Sony AVK. Это если вас интересует HD 720, либо HD 1080, я остановился, пока в данный момент времени меня устраивает Sony AVK. Всем привет, до встречи.